2021 год незапланированно получился годом олимпийским. Череповецкие спортсмены защищали честь страны на паралимпийских играх в Токио. В соревнованиях пловцов выступал Александр Беляев, а среди фехтовальщиков Александр Курзин. Оба выступили достойно, но, к сожалению, в этот раз подняться на медальный подиум у череповчан не получилось. Но у них достаточно много наград российских турниров, а Дмитрий Беляев и Александр Курзин также становились призерами чемпионата мира в Польше. Если бы не санкции к Российской Федерации Легкоатлетики, то мог претендовать на поездку в Токио и легкоатлет Максим Рафилович, завоевавший в этом сезоне свои очередные звания чемпиона России в эстафетном беге в составе команды Санкт-Петербурга. Чемпионаты России на сегодняшний день главные старты для российских легкоатлетов. Это основной старт, это в принципе старт, где проходит отбор на любой международный турнир. И получилось так, что этот сезон, к сожалению, оказался таким, что туда приехали спортсмены, так сказать, отбор без отбора проходить. То есть вот Россия главный старт и дальнейших стартов никаких нет серьезных. По-прежнему входят в элиты мирового спорта черепаевские конькоберсы. Евгения Лаленкова в 2021 году стала двукратным бронзовым призером чемпионата мира. В общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров Евгения Лаленкова стала третьей. Артем Арьевхев становился победителем и призером этапов Кубка мира на дистанции 500 метров. Череповщане уже в стартовавшем сезоне поднимались на пьедестал этапов Кубка мира и являются кандидатами на поездку на Олимпийские игры в Пекин. Громко о себе на международной арене заявили волейболистки. Игроки клуба «Северянка» приняли участие в двух чемпионатах мира. Виктория Кобзарь и Наталья Суворова сначала в составе сборной России до 20 лет завоевали бронзовые медали. Спустя два месяца уже в своем возрасте, до 18 лет, Виктория и Наталья вместе с еще двумя волейболистами клуба «Северянка» Алиной Поповой и Анной Хабиб-Рахмановой во главе с тренерами Александром Кариковым и Александром Ивановой завоевали золотые медали чемпионата мира в Мексике. А на российском уровне был второй в истории тройной успех. Победа в чемпионатах сразу трех лиг. В высшей лиге «А» Северянка в пятый раз в своей истории завоевала золотые медали. В целом, конечно, мы идем вперед, да, хорошо. Хотелось бы сделать еще один шаг в высший дивизион, но пока еще сделать этого не получается. Хоккеисты в Северстале благодаря успешной игре команды в 2021 году заметили тренеры сборной России. В этом сезоне в национальную команду на этапы Евротура были приглашены Никита Гуслистов и Данила Вовченко. Никита также отправился на чемпионат мира в Канаду в составе молодежной сборной России. По праву можно сказать, что вышел на международный уровень и череповецкий футбол. Воспитанник череповецкой футбольной школы Иван Сергеев был включен в состав национальной сборной России на решающую матч отборочного турнира чемпионата мира. А ранее Иван не только стал чемпионом ФНЛ в составе Самарских крыльев Советов, но и установил рекорд линий по количеству забитых голов в одном сезоне. Также много медалей на чемпионатах мира и Европы завоевали представители неолимпийских видов спорта – спортивного ориентирования, палеотлона, кикбоксинга, ушу. Наши спортсмены в очередной раз на деле доказали, что у нас спортивный город, в том числе и выиграв спартакиаду союза городов центра и северо-запада России, которую принимал в этом году череповец. И теперь мы также оптимистично смотрим в новый олимпийский 2022 год. Владимир Сентябрёв, новости. Владимир Сентябрёв, новости.